Снежные сугробы и зимние катания возвращаются. В Веснянке снова заработала лыжероллерная трасса. Несмотря на сложности и катаклизмы нашей погоды в этом году, всю прошлую неделю мы ловили момент именно по низким температурам, чтобы можно было начать процесс производства искусства этого снега. И, скажем, заново сделать какой-то кружок для того, чтобы люди могли приехать и пытаться на лыжи, скажем, отдохнуть и почувствовать еще какую-то зиму. Я уже получила боевую артиллерию. Пойду опробую трассу, потом расскажу, как. Признаюсь честно, кататься я иду первый раз. Я даже не знала, как надевать ботинки, но, в общем-то, я попробую прокатиться, но пока что это скользко. Вы первый раз? Да, да, да. Как ощущения? Первый раз. Вы для первого раза хорошо катаетесь? Ну, я тренировался, но тренировался. Трасса прекрасная, еще не укатанная, еще только сделали и кататься хорошо. Даже мои лыжи, которые плохо скользят по этой погоде, и то они как-то дают мне получить удовольствие. Трасса начинается с небольшого подъема. Я думаю, что начинающему лыжнику ее осилить вполне возможно. Я пока что добираюсь как могу, посмотрю, что там дальше. Трассы рассчитаны для катания как на короткие, так и на длинные дистанции, начиная от 400 метров, заканчивая самой длинной с протяженностью почти 5 километров. 400 метров можно было бегать и километр был. Каждому бегать можно. Вам что по душе? Больше какой? Какая дистанция? Километр 400 метров. Чем длиннее, тем лучше. Хорошо. Я так понимаю, что вы за здоровый образ жизни? Да, спортивная ходьба у меня. Моя профессия. Я ходил по 200 километров, 300. Вот в этой части еще лето, а здесь уже зима. Много очень труда, честно скажу. Очень много было предпринято усилий и руководством города, и, скажем так, людьми, которые надо было очень быстро, мобильно подключать. Поэтому, да, усилия были, но результат того стоит. Я шучу своим друзьям. Это куршавель. Ничего не надо больше. Так здорово. Поэтому я так благодарна тем, кто дал команду положить, тем, кто старался, делал эту трассу. Я думаю, тем, кто любит зиму, кто любит лыжи, кто любит активный отдых, это просто такое удовольствие. А вы профессиональный спортсмен? О чем вы говорите? Нет, конечно, я любитель. И я тут среди спортсменов постоянно. Ну вот. И равняюсь на них. Констатирую факт. Трасса скользкая. Ехать можно. Профессиональные спортсмены довольны. Очень рады, что имеем возможность кататься уже на снегу, потому что сама не выдалась. Еще не очень хорошее, несмотря на погоду, ветер и что-то моросящее. В Беларуси в этом году негде и прокататься. Я вот с Борисом вообще приехал. Работать трасса начинает с восходом солнца и до 11 часов вечера. Вход абсолютно бесплатный. А вот в пункт проката можно обратиться с 9 до 21.00. Вот там финиш. Я проехала круг и хочу поделиться эмоциями. Здесь на самом деле очень круто, потому что люди друг друга поддерживают, тут никто не падает, все друг другу помогают на трассе. Трасса длинная, есть покороче маршруты. Я проехала по длинному, чтобы в полной мере осетить все те эмоции, которые здесь можно получить. Катаются профессионалы, любителей пока что мало. Я думаю, что к вечеру подтянутся. Дорогие минчане, приходите на лыжероллерную трассу, чтобы успеть насладиться зимой и заняться спортом в удовольствие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!